Продолжение следует... Ну ладно, значит, у нас предпочтение 13. Да, 13 занятия. Хорошо, так формы... Посмотрим на движение формы. Значит, первая форма, если помните... Это форма... Знает о себе только то, что она есть. Не знают, что она форма, не знают, что она гордится на себе, а форма о себе знает только то, что она есть. А принятия знает только то, что он становится. Следующее действительное состояние формы, когда форма знает о себе, что она форма, что она причина предмета, что она дождественна себе, и причиной предмета она является бытовой в том смысле, что она дождественна себе, форма все это знает, а предмет в связи с этим получает определение одного. Становится не просто становится, а становится, а проходить. Это вторая действительная форма, стадия, состояние, которое проводит форма. В этой стадии, как мы выясняли, форма является причиной предмета именно в силу того, что она актуальна. Сознавая свою актуальность, форма тем самым сознает предмет, как становящееся одно. Но поскольку предмет делает самим, то форма пропадает в этом предмете. Поскольку форма о себе знает, что она дождественна, и поскольку предмет тоже получает определение дождественного одного форма, то есть это различает себя и предмет, и предмет исчезает. Поэтому мы говорили, что с одной стороны форма является причиной предмета, но с другой стороны не является таковой, поскольку исчезает в результате. И тогда форма получает определение множества. То есть она не успокаивается в результате в одном предмете как одно, а воспроизводит действие определения предмета. И здесь происходит такое оборачивание формы, обращение формы. То есть у вас появляется гиггерская тема, в которой гиггер имеет совсем другой смысл, но в основном, подходящее. Происходит обращение формы. Что это значит? Форма является причиной уже не в том смысле, что она актуальна, а в том смысле, что она предмет ограничения. Она предмет ограничения. Чтобы быть границей предмета, форма, конечно, должна быть актуальна, равна себе, иначе она никакой границы не проведет, не установит. Но теперь активность формы, причинность формы заключается не только в том, что она актуальна, а в том, что она предмет ограничен. Или дает предмету собственно действительность. В общем, собственно, придет уже, когда стандыд становится как китинг, он как бы не имеет законченной определенности. Должен становиться как оттенять. Свет становится в оттенять. Определенный в собственном смысле возникает тогда, когда определенность имеет две границы. Как говорили о оттенянии, определение значит, какая оттенять. Это действительно так. Здесь форма становится действительно формой определенности. Что еще с формой происходит? С формой происходит то, что она перестает смешивать себя с предметом. Потому что на первых двух стадиях форма была и не была. На стадии, когда предмет становится одним, мы говорили, что форма причиняет предмет, но исчезает в нем как в результате. Форма причиняет предмет на то, что делает его одним, но когда он действительно становится одним, то никогда поскольку он становится одним. Форма как причина себя теряет в еле уже добытом результате. Представит отличать себя как творчество от различного себе предмета. На третьей же стадии, когда форма становится формой определенности или формой конечности предмета. Форма уже себя не теряет как форма. Она уже не исчезает в результате. Но что форма знает о себе? Здесь возникает такая вот интересная, по-моему, гоморфома, она уже не говорила. Что форма знает о себе, когда она себя вновь и вновь воспроизводит как форму? Она о себе знает видимо только то, что она актуальна. Или что она форма. На второй предыдущей стадии она знала себя формой и не знала себя формой. потому что причиняла предмет, делала его одним. И не знала себя формой и причиной, потому что теряла себя. Теперь форма как граница предмета тебя не теряет в результате. Но знает себя как актуальный форма. Она знает себя как актуальная форма, а не является формой конечности. Является границей предмета. Зная себя как актуальную форму и больше не мешает себя с предметами. Она уже определенно отличает себя от предмета в качестве границы предмета. Определенно сознает себя формой предмета. Но она сознает себя как актуальную форму. Или сознает свою актуальность. А является формой конечности. Или собственной определенности. И форма, как мы с вами говорили, не знает себя как форму. В ситуации вот, форма не знает себя, не знает того, что она является причиной определенности предмета. И форме еще предстоит узнать, что она является причиной и что она себя воспроизводит. В форме вот, форма не знает себя причиной и не знает о том, что воспроизводит себя. Что форма знает в ситуации вот? В ситуации вот сознается актуальность формы и конечность предмета. В ситуации вот это актуальность формы и конечность предмета. Поэтому мы говорили, что ситуация вот раскладывает книги вот и вот фото. Но каждый оборот есть актуальность формы и конечность предмета. Форма сознает свою актуальность, конечность предмета, но не сознает себя как причину конечности предмета. Это я бы и назвал обращением формы. То есть форма приобретает, активность формы приобретает новость. Форма вполне осознала себя как актуальна. И повторяю, больше не смешивает себя с предметом. Не будет исчезать предметик. Но она осознает для себя как сторону ниткового состояния. Вот. Другую сторону, которая является конечностью. А теперь же форма считалась, чтобы узнать только то, что она актуальна. Вот. Это актуальность формы и конечность предмета. Когда форма осознает и собственную актуальность, и, конечно, предмет, для нас осознается предмет. В чем еще особенность отношения формы к предмету? Вот мы говорили, первая статья. Форма актуальна и не становится. Как логически разложить эту ситуацию? Форма, я сто раз говорил, форма первейная. В силу того, что она актуальна. Форма. Что означает логический период формы? Это означает, что форма... Мне кажется, это можно придать такой логический смысл. Форма определяет предмет и остается в качестве определяющего предмета. То есть сначала форма, а потом состояние ли форма вместе с предметом. Или сначала форма, а потом состояние, где форма есть, а при этом не становится. То есть форма бывает в чистом состоянии? Ну, мне кажется, эту ситуацию можно выразить таким логическим подтравлением. Форма длиннее, поэтому сначала форма. Но будучи изначальными, она остается таковой и вместе с предметом предметом. В этом особенность причинения там актуального состояния. Форма причинения нет, потому что она актуальна. Я знаю, что она логически все-таки длиннее, но она остается, в отличие от причин, которое исчезает содержание, сначала причина, потом следствие. Здесь сначала причина, а потом причина и следствие. Определяем со мной свое следствие, что результат предмета. Форма остается вместе с предметом. Когда форма становится формой определенности, формой конечности предмета, происходит то же самое. Форма на самом деле причина определенности предмета. Игноформа делает предмет конечным. Именно воспроизведение формы из себя делает предмет конечным предметом. Но в этой ситуации вот-вот, в каждом вводе форма будущей причины существует вместе с предметом. То, что форма существует вместе с предметом, я говорю, вот это что, это актуальная форма и конечный предмет. Это не отменяет того обстоятельства, что форма является причиной предмета. Форма еще не создает себя причиной, это другой вопрос. Но форма, условно, является причиной. Но она является такой причиной, которая не исчезает после восстановления средств. После своего причинения она не исчезает. Она, как мы говорим, воспроизводит себя как причина. Форма определяет предмет и остается после его возникновения. Я бы дал скумузовую ситуацию. Форма определяет предмет и остается после его возникновения. В качестве чего она остается? В качестве собственного результата. Форма причиняет предмет и остается после его возникновения, как сторона некоторого состояния. Получается, что форма является причиной предмет и причиной силы. Форма является причиной того состояния, стороной которого она является. Форма причиняет предмет и остается после его возникновения, образования. Поэтому форма является причиной и предмет и силы. Как-то так. Значит, еще раз. Форма в ситуации вот. Форма сознает свою актуальность и конечных предметов. Это единое состояние, состоящее из формы предметов и правильной формы. И в этом состоянии форма сознает свою актуальность, а является не только актуальной, но и формой конечности. Сознает только то, что она актуальна, а уже является формой определенности конечного предметов. В этом форма сознает себя причиной? Нет. Нет, не сознает. Совсем не сознает. Она имеет только ситуацию вот, где форма актуальна, но и нет конечного. И форма еще и стоит, узнать, что она причина этого состояния. Она не сознает ни того, что она причина, ни того, что она воспроизводит в себе. Это только на следующей статье. Значит, это у нас первый шаг. Первое вот это реальное состояние, полагание вот, которое сменится тем, что форма уже знает, или это причина, а предмет, соответственно, что она не может быть. И она чувствует почему? А, конечно, на следующей статье. Ну, да. Или он становится одним? И я его совсем забыл. Ну да. Одним он раньше был, а потом он стал вот. То есть не вот, а вот-вот. Ну, так были первые статьи, да? Это был очень нормальный. Ну да, вы сегодня уже говорили быстренько. Вот старая, например, из этих быстропродовольных стадий, я вот буквально, как дядя его записывал, форма знает себя как причину, а предмет, соответственно, полагается как одно. Ну, давайте я напомню. Форма изначально является повторной, да? Но первое, самое первое сознание формы себя, она еще не знает, что она форма, и что она форма, и не знает, что она является причиной силы. Она челюсть им является, но все это внизу. Форма очевидна, это только то, что она есть, про что ей есть. Если помнить, там всякого... А форма есть, а предмет надо восстановиться. Потом форма осознает, как я следовательно повторял, не нужно трех слов, форма одновременно осознает себя формой, актуальностью, потому что это все равно, чтобы быть формой или актуальной. Нет, вообще-то у нас еще тождество было. Актуальность и тождество это же не одно и то же. Одно и то же. Одно и то же? Да, актуально и то же. Потому что сказать есть и актуально было одно и то же, а сказать тождество и актуальность было много разного. Потому что тождество это же момент сохранения этой формы. То есть то, что она сохраняется, как вы говорите, и после того, как она причинила предмет, тем не менее она остается, да? как тождественная себе печень. То есть сначала актуальность, потом тождество, потом одно, потом множество, вот-вот, потом следующий, потом больше. Но это вопрос терминологии, конечно. Здесь ничего такого-то нет. Чисто терминология просто. Итак, на второе питание сознаешь себя в форме, сознаешь себя в традиционной себе и сознаешь, что она является различной. Потому что причина является после всего того, что она различной себе получается. Все это одно и то же. Ведь формой значит быть актуальной, это подтверждение. А активность предпричинения формы заключается в том, что она просто актуальна. Поэтому вся ее активность. Когда форма знает себя в качестве актуальны, и есть причина... И есть при этом, и актуальна — знать себя как причину. И знает себя как причину. Конечно, знает себя как причину. В смысле актуальность. В смысле актуальность. Тогда в этой форме предмет становится как один. Пока только один смысл – активность и форма. Она актуальная. И поэтому логически первая. То есть активность. Другого смысла активность мы не знаем. На первой выпускали. Понятно это, да? Ну, если причинение – это всего лишь актуальность, то тогда просто предпричинение – это слово здесь лишнее. Ну, просто форма, первый вид причинения такой. Форма остаётся тождественной себе, и благодаря этому, как бы, предмет становится в форме. Тожественная форма. Предмет абсолютно страдательный, а форма, наоборот, абсолютно активна. Форма в определении есть актуальность и тождественная. Понятно, да? Это самоопределение в форме. Потому что, сказать, быть формой и быть актуальным – одно и то же. Опять же, он повлеченнее. Не, но мы же говорили, что быть и быть тождественным – это разное. Сначала форма просто есть. А потом она является тождественной. Ну, кто форму знает о себе и чем она является. Это разные вещи. Я же говорю, о чем форма является по существу. Форма является чем-то актуальным, правдом себе, и всего этого определяющим предметом. Определьность – это тождественная вещь. На первой стадии формы ничего этого о себе не знают. Так и сейчас не знают, потому что она просто есть все это. И знает себя только как актуальность. А в качестве причины она есть, но не знает себя в качестве причины. Это вы говорите о форме гонетики, да? Какого? Нет, ну вот прямо сейчас. Вы только говорите про этот второй шаг, что он не познает себя как причину, но только в смысле актуальности. Но в то же время на вторую плату к этому же месту или к другому месту вы говорите, что есть разница знать себя чем-то и быть чем-то. Так вот речь идет о том, что оно есть в данном случае что-то. Есть как причина в смысле актуальности. То есть тогда, ну, тогда не надо говорить, что форма знает себя как причину в этом месте. Нет, в том месте она не знает себя. И что ей соответствует в качестве предмета тогда? Когда просто есть форма. Ничего не знает себе. Да, она есть в данном качестве. Форма не знает, что она актуальна, форма не знает, что она приедет. Форма знает что она актуальна, что она не пишет. Нет, если мы говорим про самое начало, что ли? Да. А давайте, кстати, пробежим все быстро, всю цепочку, потому что сейчас в последний семинар был бы, знаете, такой подводящий итог. Мы могли бы сейчас все вот эти вот связки... Я не хочу это делать. Постоянно путаются эти шаги. Ну да, но без конца. Взяли, опа, шаг и черточка на стеблаз. Да, давайте все шаги выпишем, да, вот как бы такой итоговый результат. Я делю, я делю, я повалю как бы уже. Что форма знает на стебле? На первую стадию она знает, просто и есть. А ты вместе знает, соответственно, что он становится. Понятно, да? В первом стадии. Ну, допустим. Допустим. Все правильно, да? Значит, чем форма является? Форма... Да, она форма. Во-вторых, она актуальна. Да. То же самое, даже если на Сибири. Ну, то есть не потенциально актуальна, значит она... Не потенциально, а вот актуальна. И в силу своей актуальности она является причиной призыва. Это то, что форма является по определению. Да. На первой стадии. Если она таковала, то это не форма. Что она... Да, да. Это... Из-за того, что она актуальна, да. Анатформа в том, что она Сибири, то есть актуальна. И средняя позиция, что является Сибири, а она является причиной призыва. Да. Еще и даже просто. Просто едет. Она просто едет. Она ничего не понимает. И это важно. Да. Не как форма, а она просто едет. Просто едет. Да. Ну, возможно, что еще при этом употребляется что-то сказать про составляющие ситуации. Это первая ситуация. Вторая ситуация. Вторая ситуация. Форма все это о себе узнает. Одним отменом. Теперь знаешь, что она форма. Знаешь, что она актуальна, естественно, правда, знаешь, что форма. Можно сказать, что во таком ситуации то, что было в себе, стало для формы для себя? Конечно. Почему? Почему нет? Всё это можно сказать. Всё это было, но ушло неизвестно. Но всё было всё в себе, и всё стало для себя. Да. Давайте так же поменим. В дискинафон? Или в дискинафон? Это ж будь асср. Я собирался в камень превратить. Быть – значит быть в форме. Да. Это, как бы сказать, неудачно назвал. Всё в этом становится ясно. А предмет становится одним. По-прежнему становящиеся. Потому что форма актуальна и этим причиняет предмет. В этой форме, зная из себя как форма, предмет становится в качестве одного. Итак, форма уже узнала себя в качестве причин. Да. И форма знает себя в качестве причин. И зная, что причина её заключается в её правиле. Так, хорошо. Так. Предмет в этой форме в качестве одного. Это не то слово, не то слово. Предмет не просто становится, а становится одним. Далее, что происходит. По мере того, как предмет становится одним, форма, знающая себе, что она актуальна, и исчезает, отличая себя от предмета. Она даёт предмету определение одного. Но, поскольку предмет получает это определение, то есть делая из себя, форма перестает себя отвечать от предмета. То есть что? Теряет себя в своём результате. Она причиняет предмет, то есть до этого определение одного, и исчезает в предмете, поскольку он это определение получает. Тогда получается две её ставили. Чтобы не исчезнуть в своём результате, форма вновь и вновь воспроизводит себя в качестве трещины. И вот, чтобы не потерять себя в результате, форма вновь и вновь воспроизводит себя в качестве трещины. Не погибая в собственном же результате. То, что она знает, это по-прежнему вот это, то, что она актуальна, то, что она актуальна, то, что она не исчезает. Да, да. Вот теперь надо знать, как мы говорим и как, потому что предмет, она больше не исчезает. Здесь она вообще исчезала в предметах, здесь она исчезала в результате. Немножко в полегче. Можно, например, сказать, что предмет есть, после есть предмет? Немножко в полегче. Немножко в полегче. Немножко в полегче. А предмет множество. Вот, вот, форма в-вот предмет множества. Саша, правда, на этой стадии форму покреплена на этой себе только то, что она актуальна, а предмет вот конечен. А себе форму знает только то, что она актуальна, но на стадии мод форма ее активной заключается не только в том, что она актуальна, здесь ее активность была только в том, что она актуальна. Сознав себя актуальностью, она делала предмет один. Все. Теперь активность форма заключается в том, что она оконичивает предмет. Она, конечно, остается актуальна. Нет, будучи актуальна, она не может поставить границу предмет. Но теперь активность форма заключается не только в том, что она актуальна, а буквально совсем другому. Актуальность остается в условиях, в общем, условиях. Теперь форма ставит границу, в этом ерунде выключается. И этого она не знает. Форма о себе знает только то, что она актуальна. По-прежнему, как она здорово ставит. Форма просто не хочет исчезать, поэтому она вновь и вновь воспроизводит себя актуально. Если она застынет, сразу предмет получит значение одного, то есть по себе она исчезнет. Поэтому она вновь и вновь воспроизводит себя в качестве формы. Но получается совсем другой смысл активности. Смысл активности является тем, что форма оконечивает предмет. Форма становится границей предмет. И в этом же смысле и активности. Они в том же направлении актуальны. Хорошо. И что остается в предметах? Границей предмет. Границей предмет. У меня относится как к пустой вопрос? Пример конечный. Пример то, что конечный. А может? Я не помню из одного что-то. Понятно, он конечный. Но он осознается в тот же самый момент, что... Как бы... Не, тогда это что? Тогда это старшее. Что собственной субстантности у него нет. И он все-таки осознанка гнично-субстантная понимается. Ты понимаешь, что он не понимает? Само положение положаться, конечно, субстантное. Он все тут же осознает предмет, который раньше становился в качестве одного. А теперь становится в качестве многого. Потому что старшее его никак нельзя назвать. Потому что форма его является много. То есть это мотовки надо понять. Если вот, тогда было бы старшее. А мотовки так было бы никакого старшего. Хорошо. Предмет, к примеру, беретность одного становящегося. А теперь многого, но тоже не становящегося. Типа еще одного вопроса. Да. Нет просто одного не становящегося, а мотовки. Нет просто много не становящегося. Нет злота, есть вот злота. Поэтому мы перестали смотреть, потому что мы одно и то же жуем, что он все сидит. То есть он вчера слушал. И после вчера слушал. Потом просто занять. Он достаточно сумасшедший. Нет, ну вообще-то не дошли в наоборот, но вроде бы песок прием. Основательный. Там оно не песок. А смысл активности формы меняется. Но эту перемену форма еще не осознает. Перемену форм активности, форма, способ активности своего формы не осознает. Форма в этих двух угодах знает только одно. Воспроизводится ситуация, где форма знает о себе, что она актуальна, а объединяйте, что он конечен. Знает о себе, что она актуальна, а объединяйте, что он конечен. Знает о себе, что она актуальна, а объединяйте, что он конечен. Воспроизведение этого знания. Вот-вот относится к этой картинке. Нет предметов, нет слов. А к этой вот ситуации. Все-таки сама форма – это полагание «вот-вот-вот-вот». Активность этой формы состоит в полагании границы предметов. Но при этом предметов, которые соответствуют форме «вот-вот-вот», это становящееся многое. Тогда в каком смысле форма может обнаружить себя в качестве этой самой активности, в качестве полагания границы? Нет, не предмет является становящимся многое, а воспроизведение этой ситуации является становящимся многое. Многое относится ко всей этой картинке, не к предмету. Нет, но к предметам я имею в виду просто то, что в целом противостоит форме. Но понятно, что когда форма была простой и есть, то ей противостоял не предмет в нормальном смысле этого слова, а становящийся, просто некая становящаяся. И я употребляю слово «предмет» только так, только то, что противостоит форме. Но все равно, даже с вашим уточнением, еще раз, как обнаружить свою активность, которая состоит из полагания границы, если у тебя полагается становящееся многое? Никак. 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 То есть здесь, на стадии многого, форма своей активности не однажды. Она потому, что только результаты этой активности. Вот, вот, вот. Обо всем этом она ничего не может сказать, кроме того, что этого много. Много повторяющихся в этих состояний. Их много, это все, что форма знает. Есть, но не знают. Хорошо? В каждом год форма уже вполне знает себя, как актуальна. Больше у нее проблем нет. Она вновь и вновь убеждает, что она актуальна. Не путая себя с предметом более. Но о том, что она ограничивает еще и форму не знает. Ну, у меня только есть собственная актуальность и количество предметов. Ну да, знаю по-прежнему только актуальность, а являюсь при этом полаганием границ. Да. Четвертый ход заключается в том, что форма осознает себя причиной предметов. и тем самым осознает переход или сделает переход к Новому году. Осознает себя причиной предмета. То есть осознает то, о чем она была. И на причине конечности. То есть в этом год форма, понимая, что она задойдет. И одновременно осознает переход к Новому году, где она опять причинит. Потому что форма самого начала является причиной том, что воспроизводит себя. Поэтому когда форма осознает себя причиной, осознание себя причиной, и одновременно является осознанием собственного воспроизводения. Сознает переход к другому-то полному же, или к среднему еще. Особенно следующего, которое мы с вами знаем, заключается в том, что переход совпадает с достроением Нового. Переход к следующему и есть построение этого следующего. Это был логический смысл следующего. Когда переход и есть построение. Надо там дописать предметы. Где вот-вот написать множество, а где следующий написать от порядка еще. Ну вот это то же самое, что множество. Это множество. Да. А там порядковый счет написать. Следующий. Но порядковый счет надо написать со стороны предмета по штабу. Ну, что на порядковый счет надо написать? Ну, если мы начали... Ну из математики. Дело не в том, что следующее, это то же самое, что порядковый счет. То, что Гулац спрашивает, это форма наша следующая. Этой форме противостоит что? Она форма чего? Все того же, становящегося много? Да. Сухой, становящегося много. Это форма в качестве ограничивающего, определяющего предмет существенной границы, дающего границы. А следующее, это осознание этого состояния. Было просто вот так. Теперь стало вот так. То есть форма меняется, а предмет не меняется, это странно. Предмет должен меняться. А он меняется, он получает определение следующее. То есть и форма, и предмет получают. Вод получает значение следующее. Пока что предметы не отлечен от вас. Думаю, он не электричен от формы. Получается, снова определили. Одного же было просто много, а другое дело следующее. И, наконец, пятая форма, изученная нами. Мы говорили, что это ситуация следующего сохранения отношений. Переход отличается от построения. Переход отличается от построения, вместе составляет некое единое сложное целое. Это следующее сохранение отношений. Это больше. Вполне очевидно, по-моему, что... Если все еще добавить... Там можно дописать количественный счет. Можно. Хорошо, что еще не нужно. С точки зрения логической формы, в порядке еще отличие, ну, кое-что еще. Можно где-то варим за математики. Не об этом судить. Логическая форма, она совершенно разная. Здесь совпадают переходы по строению. Здесь. А, да... Так, разничаем. Теперь, вот, по строению. Теперь, вот, по строению. На этом веке можно занять. Что я успел сказать? Что порядок количественного счета, больше, в смысле больше, тоже имеет две стороны. Я везде у меня работал. Мы на этом месте восстановились, поэтому упускайте, потому что я не проделал, мне чего-то еще упускать. Тоже имеет две стороны. С одной стороны, вот этот переход к большему, ко второму в смысле, к большему, это движение, где переход отличен от построения, тем не менее они составляют одно целое. Поэтому можно это рассматривать как построение. Тогда еще и нейтральность между переходом и построением. Это абстракция. Сам смысл больше, ни в чем не нуждается, у него нет ущерба. Да, это следующее задержание отношений. Какие проблемы? Какие проблемы? Тут нет у человеческих недостатков. Никаких. Можно находиться на сдаче больше. Это не сложение никакого образа. Но абстракция заключается в том, что само это построение представляет единое целое. Поэтому абстракция может заключаться в том, что мы переход и построение сводим к построению. То есть опять не различая, имея такую возможность сделать такую абстракцию, что это тоже движение, тоже есть не различение перехода между строением. Потому что это просто построение, состоящее из двух шагов. Тогда мы снова окажемся в ситуации, когда переход к большему и самому большему не различается. Если мы свели это построение по строению, снова отразделили переход и построение, в этой абстракции. Тогда мы снова приходим к мысли, что переход к большему и самому большему одно и то же. И тогда мы снова получаем следующее. Да, следующее и некоторое более сложное с локумами, которые мы имели и здесь здесь, потому что они будут совсем не давными вживами, потому что в прошлый или в прошлый раз. Снова получаем возвращение к абстракции. То есть эта ситуация опять неустойчивая. Потому что если мы не различаем переход, то к чему переход совершается. То есть большее и движение больше может. Но заметьте, сначала мы в форме уравниваем, то есть переход уравниваем с построениями, пристаем различать. А потом пристаем различать и переход, и то к чему переход совершается. Сначала неразличенность в самом форме, а затем неразличенность в форме и прием. Сложнее, чем здесь получается. Что является второй абстракцией от большего? Второй абстракцией, очевидно, будет являться ситуация развлеченности. То есть ситуация вот такая. Когда переход мыслится не как часть единого целого, а как самостоятельно и движения. Как нет, как самостоятельно и движения. Если мы думаем, что такое переход. Переход – это воспроизведение. Как каждый сам рассуждает. Переход – это воспроизведение. Вот форма себя определила, и она себя снова воспроизвела. Если мы хотим мыслить воспроизведение как таковое, что это значит? Что вообще значит, если подумать, воспроизведение формы себя? Воспроизведение формы себя, если подумать, означает активность формы, направленная на саму форму. Воспроизведение формы себя, если подумать, означает активность формы, направленная на саму форму. Форма себя – ввоз в производство. Это некое действие формы, направленное на саму форму. Форма себя – ввоз в производство. Форма есть как таковая, и есть действие ее повторяет. Должно быть действие в эту форму повторять. Форма и та же самая. Вот форма, и вот снова эта форма. Либо на стадии многого, либо на стадии следующего. Не важно. Во всех случаях есть форма, и есть ее же собственная активность по ее распроизведению. То есть, если это эксплицировать, то получится действие формы на саму форму. Получается, что форма различает в себе форму и активность. Да. То есть, здесь мы должны перейти к… Давайте отметим нашему дневному развитию на телесную форму и чистую форму, которая движет в телесную форму. Только с позиции мысленной формы можно помыслить собственный переход. Воспроизведение как воспроизведение. Помыслить собственное воспроизведение как таковое можно и с позиции самой телесной формы нельзя. С собственным воспроизведением помыслить. А можно помыслить различие в форме ее саму, ее активность, направленную на форму? Если активность отключить волк со мной в форме, то мы не имеем мысленную форму. То есть, тело отключенное в руки со мной в форме. Не аниматронно начать это все. В принципе, здесь уже смеется стучиться в шестая форма операция. Сложение. И, что самое главное, различенность в самой форме. Делая различенность в самой форме, мы можем помыслить собственную форму. Переход в картиковой и построение еще одной формы. Для этого нам нужна мысленная форма. Или форма объединительства – телесная и мысленная форма. Но это очень тщательная работа, которая еще является. Самых коричневых отвергнут. То есть, мы, в общем-то, обозрели полностью всю телесную форму, да? Да. Телесная форма уже окончена. В стадии неразлеченности телесной и мысленной формы уже окончена. Но она с самого начала была, потому что не с самого начала, что помогаем в третьей стадии слово «восприлюбие». А «восприлюбие» предполагается. То есть, общее название этому участия курса можно сказать так – телесная форма, да? Да. За этот год? Да. То есть, в следующий год начнем с мысленной формы. Ну, если не вернемся телесная форма. А мы и занимаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...